Будучи народными избранниками, депутаты Московской областной думы регулярно проводят работу с населением. Так Олег Рожнов общается с людьми на местах лично. Приемы граждан я веду еженедельно, у меня скользящий график, так как 14 поселений разного уровня в моем избирательном округе. И вот каждый понедельник, пятницу, иногда вторник я на приеме граждан. Недобросовестная работа управляющих компаний и проблемы в сфере ЖКХ. Пожалуй, самые злободневные темы для жителей Кубинки. Здесь до сих пор в полный рост стоят сложности, связанные с передачей земли и объектов Минобороны в муниципальную собственность. Кубинка, наверное, самое, я бы так сказал, проблемное поселение, потому что здесь очень много вопросов нерешаемых давно в сфере ЖКХ, жилфонда, дорог, медицины. Поэтому здесь я уже провожу, наверное, 10-15 приемов, на каждый приходит большое количество граждан. Существуют губернаторские программы, которые позволяют провести газификацию и подключить электричество на льготных условиях. Однако эти инициативы работают по принципу приоритета. Улицы, где условно проживают 100 человек, всегда будут получать помощь быстрее, чем те, где живут всего 10. Таких улиц-аутсайдеров, до которых помощь не может добраться годами, в Кубинке предостаточно. Вообще невозможно. Вообще невозможно. Мы это обсуждали, вы же знаете, кто же это продает. Это просто проехать, а зимой еще поставили отбойники на переезде, чтобы перейти переезд, потому что много людей есть на работу на завод. Чтобы перейти переезд, это, не дай бог, идешь вдоль этого отбойника и машина, она может потереть его моментально. Ситуация непростая, однако Олег Рожнов предлагает выход. По его словам, дело сдвинется с мертвой точки, если жители подготовят большое коллективное заявление. Ранее, благодаря депутатской помощи, расселили 4 семьи, которые проживали в самых настоящих бараках. Ситуация вопиющая, и вот они получили буквально недавно ключи от новых квартир, чему рады они и, безусловно, рады мы, что смогли помочь семьям, которые проживали в Кубинке. Квартиры семьям выделили в новостройках. Все, мы вас расселили. Да, спасибо большое, хочу сказать, огромное спасибо вам, в первую очередь. Андрею Робертовичу Иванову, конечно же. Здраво-Довскому Павлу Станиславовичу. Огромнейшее спасибо просто, мы рады, счастливы, столько лет мы добивались. Депутатская работа в регионе продолжается. Рожнов отметил, что помощь нуждающимся придет гораздо быстрее, если знать своих депутатов и обращаться к ним напрямую.